А вот это довольно-таки серьезные новости. Дело в том, что у Alkiria Top Manager намекает на XRP ETF. И теперь мы видим действительно какую-то ETF-манию в отношении даже Ripple XRP и рынка криптовалют. Вскоре может увидеть настоящий биржевый фонд ETF, отслеживающий цену XRP, как намекнул топ-менеджер у Alkiria, фирмы, предлагающие спотовое приложение для Bitcoin ETF. Поэтому ETF не только для биткоина, но и для XRP. Вы заметили, что Grayscale только что добавил XRP в один из своих публично торгуемых трастов. Поэтому я не удивлюсь, если мы увидим там ETF от Ripple или Ethereum, заявил он. Ну и также поговорим о других новостях, например, как Китай накапливает золото в течение 14 месяцев. И поговорим о том, что Ripple выступит в качестве золотого спонсора конференции Digital Euro 29 февраля 2024 года. Что касается рынка криптовалют, то по рынку мы видим, что Bitcoin все еще силен, хоть и откатился от 47 тысяч долларов. Также мы видим, что Ethereum силен, в отличие от других альткоинов. То есть он практически за это падение, за эту коррекцию ничего вообще не потерял. Эта коррекция была болезненна для многих альткоинов, когда Bitcoin спустился с 45 на 40. И, соответственно, откатился сейчас. И мы видим, что до сих пор многие из альткоинов, они не восстановились. Что касается, значит, самого XRP, то на графике мы видим следующее. То, что XRP нашел зону поддержки, это 55 центов. Соответственно, дальнейшее снижение приведет нас в район 52-53 цента. Не столь критично, но я считаю, что вот то, что было по XRP, это сбрили лонги. И, соответственно, пока что держат XRP на более-менее вменяемых уровнях. Поэтому я считаю, что какое-то время мы еще будем видеть боковик, вплоть до весны. Но я считаю, что действительно в этом плане, то есть если вы накапливаете сейчас XRP, ну, неплохая цена именно покупать XRP прямо сейчас. Что также нужно отметить, что был отчет по боту. Сегодня я сделал за 2023 год. Было заработано 30 508 долларов. Можете посмотреть и промежуточные отчеты вы также можете посмотреть в телевизорном канале. Здесь, значит, я делюсь результатами бота. Также торговля вип-группы тоже будет показана, и я думаю, что я ее сделаю в течение нескольких следующих дней. Ну, а пока что небольшая рекламная пауза, и мы продолжим. Технологичная компания в криптосфере делает большие деньги за счет передовых технологий на основе искусственного интеллекта. Один из подобных проектов, вышедший в рынок и приносящий уже реальные дивиденды, это TheStay.io. Команда профессиональных разработчиков, что смогли сделать технологический продукт, делающий высокую прибыль. Простым для обычных пользователей. Фундаментом проекта является искусственный интеллект, работающий автоматизированно с инвестициями пользователя, подтверждая эффективное большинство транзакций в облачении эфира и приносящие вам прибыль, пока вы спите. Я протестировал данную систему не словом, а делом и лично вложил проект в 4600 долларов. Можете участвовать со мной, в ближайшие месяцы буду делиться своим результатом с вами и показывать прогресс личной инвестиции в данном проекте. Ссылка в описании под роликом. Что касается Китая, то Китай у нас накапливает золото в размере 14 месяцев последовательно, то есть без каких-либо перерывов. Он покупает тонны этого золота и грядущая финансовая система будет обеспечена золотом, а XRP станет мостом. Кстати, покупка агрессивная золота может также свидетельствовать тому, что страна вполне себе готовится к войне, если не внутренней, то внешней. Поэтому очень важно, в принципе, также брать это на вооружение, потому что Китай, как вы знаете, считает Тайвань своим. И поэтому здесь, в принципе, если что-то будет, то у Китая есть золото. Что касается, значит, интересного, то, что Ripple выступит в качестве золотого спонсора конференции Digital Euro Conference, здесь довольно-таки тоже это интересно. То есть мы видим, что цифровой евроконференцией там будет Ripple. То есть это действительно, ну, скажем так, очень интересно, потому что 29 февраля это последний день зимы, да, и поэтому, в принципе, до этого времени или в это время мы можем увидеть волатильность Ripple XRP. Что также нужно отметить, что XRP Golden Cross, значит, на 4 днях будет, то есть 4-дневной таймфрейм. Когда такое было в 2017 году, мы увидели 650 иксов, когда такое было в 2021 году, мы увидели 10 иксов. А сколько мы увидим сейчас? Если что, пишите свои догадки в комментариях. Поэтому, ну, на самом деле мы видим, что здесь вот параболическое движение длилось 120-300 дней, терпение будет ключевым моментом. И чтобы это произошло, нам нужно больше сомневающихся. Ну, на самом деле, сейчас, как по мне, никто не верит, что XRP куда-то полетит. А именно фишка инструмента Ripple XRP это то, что он пампится внезапно, и хомяки, которые страдают фома, они в итоге покупают высоко, скажем так, стоимость, высокую стоимость самого инструмента, да, и по итогу они оставляют там свои деньги. Что также нужно отметить, то, что Дэвид Шварц заявил, что токенизация, значит, на XRP Ledger состоится в ближайшее время, и триллионы долларов потекут в XRP, и это будет только начало. Ну, и на закуску в Ripple посоветовали SEC провести расследование самой себя, и криптосообщество также иронизирует на SEC после взлома X-аккаунда, но все еще ожидает одобрения Bitcoin ETF, потому что, в принципе, было заявлено, что Bitcoin ETF одобрен, но потом вылез Игорь Генслер и заявил, что их просто взломали, и это сообщение стерли. Ну, и, соответственно, здесь мы видим, что CEO Brent Wrenhaus, комментируя вот этот инцидент со взломом X-аккаунта, якобы заявил, что «Подобные дни напоминают мне, что SEC должна расследовать саму себя по многочисленным причинам. Криптосообщества Twitter остаются непобедимым в мемах». Ну, и, согласно своим же правилам, комиссия в течение 4 дней должна раскрыть характер и масштаб инцидента, его влияние на рынок, а также описать свои процессы, оценки, выявления и предотвращения подобных угроз. Будем ждать, затаив дыхание. Кстати, очень такое ироничное сообщение. Понятное дело, что SEC не будет сама себя расследовать, но и на самом деле нет такого органа, который отворол SEC, к сожалению, пока что, я думаю. И поэтому я думаю, что на самом деле вот эта волатильность, которая была создана вот этим фейковым сообщением от SEC, оно, конечно же, повлияло не только на настроение людей, но и на их денежное состояние, потому что кто-то мог стоять во фьючерсах с плечами и их просто повыбивало из-за высокой волатильности. Вот такие дела. Всем пока и до новых встреч. Надежный проект основан на стейкинге искусственного интеллекта, куда я инвестировал более 4600 долларов. Можете участвовать со мной, проект будет работать долгую, я буду в ближайшие месяцы делиться своим результатом с вами. Ссылка на проект в описании под роликом. Продолжение следует...